Всем огромнейший привет! Не спешите выкидывать упаковку от купленных вами товаров. Очень часто она может пригодиться для организации хранения и декора вашего дома. Лично я просто постоянно использую упаковку в этих целях. В сегодняшнем видео решила с вами поделиться несколькими вариантами организации хранения и декора. Надеюсь, что для вас это видео окажется интересным и полезным, и вы что-нибудь для себя тоже интересненько подчеркнете. Как обычно, желаю вам приятного просмотра! Хочу начать, пожалуй, с одного такого самого простого и удобного варианта, которым я постоянно пользуюсь. Это вот такие вот пластиковые упаковки от ватных палочек. Они просто безумно удобные, многофункциональные, их можно много где применить. Они бывают разных размеров, что также очень удобно. С них этикетка снимается невероятно легко, не нужно их ни замачивать, вообще ничего с ними делать, просто она вот так вот легким движением руки превращается в замечательный контейнер с крышкой, который можно использовать и с крышкой, и без нее. В общем, вариаций применения много. Вот такой вот один из вариантов покажу вам для хранения помад. Постоянно пользуется данным контейнером, очень удобно, можно его взять куда-то с собой, к зеркалу, к примеру. Ну и вообще в самом шкафчике все смотрится более организованно, эстетично и красиво, на мой взгляд. Также я никогда не выкидываю коробки подарочные, потому что, на мой взгляд, они просто шикарно подходят для хранения различной мелочевки, вот, к примеру, лаков, или также подобная коробочка у меня стоит на кухне для хранения таблеток для посудомойки. Очень красиво и эстетично смотрится, попробуйте. Или вот такой вот трей для вашего любимого парфюма, а также маленькая-маленькая коробочка для организации самых необходимых вещей на вашем прикроватном столике. Ну или просто, в принципе, чтобы в вашем шкафчике все смотрелось более организованно и красиво. Я, в принципе, люблю конфеты Феррери Роше очень сильно, и упаковку из-под них я люблю не меньше, я хочу вам сказать, она очень удобная. В принципе, наверное, некоторые купленные мной органайзеры уступают по качеству данной коробочке. А еще самое крутое, что эти коробочки бывают разного размера, разной формы, в общем, их можно как-то приспособить именно для конкретно вашего пространства и для ваших нужд. Вот, допустим, такой небольшой органайзер для специй на кухне у меня есть. Смотрится очень даже достойно, я вам скажу, наравне прямо с покупными контейнерами. Ну или вот такой вот небольшой органайзер для медикаментов. Пожалуй, моей самой любимой тарой для переиспользования является стекло, потому что стеклянные бутылки, они настолько уникальны, многофункциональны и вообще шикарны. К примеру, вот из такой вот бутылки из-под виски, на мой взгляд, у меня получилась, ну, просто очень-очень классная и очень даже такая дорого выглядящая, я бы сказала, ваза. Смотрится очень достойно. А вот из такой необычной бутылки из-под рома у меня получилась наишикарнейшая просто тара для хранения масла. Я очень ее люблю, пользуюсь уже не первый год. В принципе, намного удобнее, чем обычной бутылкой для масла. Кстати, вот эту вот саму леечку я покупала на Алиэкспресс, это обычный дозатор для алкоголя. Просто оттуда сама достала эти шарики, которые порционно наливали алкоголь. И, ну, теперь у меня масло наливается в неограниченном количестве, сколько я хочу. Оставлю вам ссылочку на эту леечку, возможно, кому-то тоже пригодится и понравится, возможно, вы тоже будете использовать. А еще хочу сказать, что не обязательно рассматривать для переделки только бутылки из-под алкоголя. Вот, к примеру, у нас в Австралии есть вот такой вот очень известный бренд, который производит газировку в бутылках из стекла. И такие бутылочки тоже вполне-вполне можно куда-то использовать в дело. Вот так вот легким движением руки она уже превратилась у меня в бутылочку без всяких этикеток. И сейчас я вам покажу конечный результат. Вот я изготовила такой светильник, очень-очень классный и мило смотрится. И самое главное, что он светится именно зеленым светом, знаете, наверное, на камеру не видно, но, в принципе, в темноте вам светится именно зеленым светом. Так что у меня теперь есть такой своеобразный грин-лантерн. Ну, а если приложить немножко сил и все-таки заняться каким-то диайваем, то из обычной бутылки можно изготовить и вот такой вот великолепный, просто на мой взгляд, подсвечник. Очень классно смотрится. Многие друзья меня спрашивали, где я его купила. Так что вот, подкидываю вам идейку. А еще хочу вам посоветовать, что если вам сразу нравится какая-то упаковка, чтобы вы ее не выкидывали, а потом подумали, куда ее можно применить. Например, вот из-под маски для волос у меня остался вот такой контейнер, и теперь это просто мой самый любимый и самый удобный органайзер для карандашей. А из такой подарочной упаковки для мыла получилась, для мой взгляд, очень даже миленькая небольшая баночка для хранения моей вижутерии. Вообще, в принципе, как только я вижу упаковку, которая мне нравится, я сразу же знаю, куда и как я смогу ее переиспользовать. К примеру, у меня есть вот такая великолепная баночка с распылителем из магазина Dayzol. Качество пластика здесь просто великолепное, поэтому я уже давно знала, что я эту баночку оставлю себе и буду ее переиспользовать. Посмотрите, как легко и просто у меня появилась великолепная баночка с распылителем, которую я могу использовать для хозяйственных целей, для поливки цветов, для стрижки. Ну, в общем, вы знаете, что применений у подобного рода вещей достаточно много. Огромное спасибо за просмотр этого видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ну, или дизлайки, если кому-то видео не понравилось. До встречи в новых видео. Пока-пока!